Навруз в Азербайджане Праздник Навруз, Азерб Навруз Байрам Навруз Байрамы Ежегодно отмечается в Азербайджане 5 дней Включая 20 и 21 марта День весеннего равноденствия Дни проведения праздника Навруз На очередной год определяются И объявляются населению в декабре Праздник отмечается В честь прихода весны Обновления природы В дни Навруза по народной традиции Зажигают костры Приготавливают различные сладости Шекер бура, бадам бура, пахлава, гагал Наряжают ханчу Угощения Собранные на поднос Высаживают семени Закрашивают вареные яйца И проспект 23 февраля 2010 года Согласно резолюции Принятому Генеральной Ассамблею ООН 21 марта был обувлен Международным днем Навруз Навруз Праздник оптимизма Победа животворных сил природы Ее буйного цветения И по сей день Навруз Байран Остается самым массовым и популярным праздником В 2009 году Навруз был включен ЮНЕСКО в репрезентативный список Нематериального культурного наследия человечества Праздничный стол Праздничный стол включает такие сладости Как шейкер бура, пахлава, бадам бура, гагал Главным блюдом стола является праздничный плов Раньше на столе непременно должна была быть рыба обязательно с головой, которая подавалась зачастую фаршированной орехами и кишмишем По обычаю, на столе должна быть пища, состоящая из семи элементов, название которых начинается с буквы С Сумах, приправа, сюд, молоко, сирки, уксус Сэмэйни, проросшая в тарелке пшеница, сабзи, зелени ДР Кроме перечисленных блюд на стол ставится зеркало, свечи и крашеные яйца Сэмэйни, проросшая в тарелке пшеница, является непременным атрибутом празднества Для ее выращивания берется и замачивается горст пшеницы, символизирующая изобилие и достаток Причем этот ритуал сопровождается песней Сэмэйни Храни меня, ежегодно буду растить тебя, Азерб Смни, Саксла мне, Ильдгайрдрмсни В первый день навруза встают рано Все желают друг другу благодатного и счастливого Нового Года По традиции все угощают друг друга сладостями В эти дни утром необходимо съесть что-то сладкое, чаще мед или сахар Есть обычай красить вареные яйца и проверять их в игре на прочность Еще одним обычаем является гадание в навечерию навруза Дойночмак, развязывание узла Одним из обрядов, связанных с хозяйством и скотоводством, является обвязывание красной материи рогов быка, дойной коровы, баранов, выделенных для свадьбы В навруз нельзя закалывать скот и убивать животных В навруз также не принято давать в долг, чтобы не лишить дом достатка По традиции в эти дни нельзя проклинать, лгать, скверно словить, осуждать Следует остерегаться дурных поступков В дни праздника народные певцы Ашиги и Ханенки исполняют песни Проводятся народные игры Канатоходцы демонстрируют свое мастерство Пехлеваны, народные борцы, меряются силой На площадях разыгрываются спектакли Среди таких спектаклей широко распространен комический спектакль Кёс Кёса В сельской местности проводятся конные состязания Игра в Човган, устраиваются петушиные бои Празднование навруза насыщено символикой Так, пахлава является символом звезд на небе А ее слои, число которых может составлять 9 или 12 Символизируют слои земли, атмосферы Шакер Бура символизирует луну, а Гагал — солнце В дни праздника принято одаривать людей праздничной долей Навруспай Ханча наполняется праздничными лакомствами Сэмени — свечами и отсылается соседям и друзьям Если в семье есть помолвленная девушка, то со стороны жениха на ее имя приносят особенную ханчу В этот день семья жениха непременно должна отправить подарки в дом невесты Сладости, золотые и серебряные изделия и прочее Семья невесты со своей стороны также оказывает соответствующие знаки внимания дому жениха Ежегодно накануне праздника празднуется 4 вторника зимы Элахэр Чершинбье, символизирующий воду Су, огонь от, ветер ел и землю Торпак Празднование начинается с вечера вторника По поводу каждого из этих дней в народе бытуют обычаи, песни, игры В последний вторник перед навразом дети стучатся в двери соседских домов, кладут шапки у порога и прячутся Хозяева же этих домов должны вернуть шапки с праздничными лакомствами, а иногда и деньгами Также в этот день в каждой семье по числу ее членов принято зажигать свечи, которые нельзя тушить преждевременно С наступлением вечера на улицах вспыхивают костры Семейно все берутся за руки, танцуют вокруг костра, а потом прыгают через костер Существует поверие, что очищающее пламя костров пожирает зло и все недуги По традиции, каждый по возможности должен справлять праздник дома, среди членов своей семьи В дни Навруза осуждается неряшливость и безалаберность, поэтому в домах наводят порядок и чистоту Обновляют свою одежду, а те, кто в ссоре, обиде друг на друга, примиряются В обозрении российских владений за Кавказом 1836 года дается описание празднования Навруза у азербайджанцев В книге названы татарами, Елисавет Поля, тогдашнее название Генджи Коса и Кичал в Азербайджане в дни праздника Навруз популярны народные представления с участием таких персонажей, как Коса, редко бородой, и Кичал, лысый Полуречитатив полупения, с которым выступает Коса верно передает его выкрутасы Он для смеха, то спотыкается, делая вид, что падает, то кривляется, корчит рожи Интересно отметить, что речитатив попеременно поется как самим Косой, как и его помощником Кичалем, славившим умение и проделки Косы Продолжение следует...